Всем привет, друзья! Вы на канале Бухай ТВ, друзья, и решил я, друзья, записать такой простой ролик. Друзья, три простых закусочки под водочку на скорую руку. Друзья, первая закуска. Нам нужен черный, говорится, бородинский хлебушек, сальцо, я взял грудинку, такую копчененькую, шикарная грудинка, скажу честно, очень вкусная, и американскую горчицу. Друзья, можно использовать любую горчицу, можно зернистую использовать, можно использовать крепкую, но мы используем, друзья, американская. Она такая, знаете, в меру, как говорится, именно в меру. Так что, друзья, для начала мы хлебушек разрезаем напополам. Вот так сейчас нарежем и покажем. Так вот, друзья, нарезали мы на такие кусочки хлебушек, чтобы именно на пару кусиков, на пару кусиков. Друзья, скажу честно, это одна из моих самых любимых закусок. Она, во-первых, простая, ее можно готовить и в полевых условиях, это хлебушек чуть-чуть на гриле нагреть, сальцо чуть-чуть поджарить, горчичкой вообще будет песня. Но у нас таких условий нет, мы именно сделаем просто обычную, такую застольную, как говорится. Теперь, друзья, намазываем хлеб горчицей. Горчицу, кто любит больше, мажьте больше, кто любит меньше, мажьте меньше. Мы такую американскую торчин используем, ингредиенты лежат для других закусок, так что вы поняли меня. Мажем горчицу, вот, друзья, как говорится, горчичку мы не намазали, просто накапали, я показал, я столько буду капать, кто хочет больше, кто хочет меньше. Для чего нужна горчица, во-первых, будет вкус хлеба вкусный, вкус сала, а это между ими горчичка будет давать и сочность бутерброду, и вкус дополнительный, вы понимаете, друзья. Размазываем. Вот, друзья, намазали, намазали, теперь самое вкусное, это сальцо сверху. Теперь нарежаем сальцо, сальцо мы нарезаем слайсами, слайсами обычными, сейчас я нарежу, ну и покажу. Вот, друзья, нарезали сальцо, сальцо, и это просто песня, ну, кто хочет, может больше, ложить по пару кусочков сала. Я ложу по одному, я думаю, по одному достаточно, по одному достаточно, так что как-то так, друзья. Кто хочет, может ложить реально больше сала, кто любит больше сала. Ну, я ложу один, сверху можно, конечно, украсить какой-нибудь петрушечкой, какой-нибудь зеленушечкой. Ну что, давайте возьмем, попробуем. Офигенно. Чувствуется горчица, чувствуется хлеб, чувствуется сальцо. Именно офигенная закусочка. Простая, но эффективная. Теперь, друзья, другая закусочка. Вот, друзья, вторая закусочка, снова же нам нужна грудинка, снова же нам хлебушек, пару зубчиков чеснока. Кто любит больше, может добавлять больше чесночка. И, друзья, майонез. Я использую торчин 62%, хороший мазик. Хотя не любите сильно мазика, но этот мазик хороший. Для начала, друзья, лучше перед тем, как делать эту закуску, где-то за час сделать, как говорится, наш соус на эту закуску. Можно, конечно, купить чесночный соус, но лучше сделать свой. Мы, друзья, соответственно, берем пару ложек майонеза и через чеснокодалку прогоняем, как говорится, наш чесночок, перемешиваем и будет песня. Сейчас это все сделаем. Вот, друзья, как говорится, наших натертых два зубчика чеснока, две ложки столовых майонеза. Так что, друзья, почему мы больше делаем соуса? Потому что у нас, друзья, третья будет закусочка тоже с этим соусом. Ну и теперь, друзья, перемешиваем. Ну и вот, друзья, как говорится, мы перемешали наш соус, перемешали наш соус, хлебушек мы заранее нарезали так само, как и в первом. И теперь, друзья, снова же намазываем, размазываем, как говорится, соуса этого лучше сделать за пару часов, чтобы он настоялся, пропитался без чесноком, вкусом. Можно немножко добавить специй туда, там, какого-нибудь укропчика, петрушечки. Я думаю, вы поняли меня. Ну, мы будем намазывать и включимся. И вот, друзья, такие получаются у нас бутеры соуса. Что можно этого не жалеть, чтобы бутеры были сочные, вкусные. Как говорится, вы меня понимаете. Чтобы пропитались чесночком майонезик, это хлебушек пропитается чесночком, будет вкусно. И, друзья, снова же сальцо так же само, как и в первой закуске. Снова же нарезаем сало. Нарезаем сальцо и укладываем, друзья, укладываем. Вот так, как говорится, красиво укладываем на это. Это прилипло сало, ну, сразу хочет по два куска. Но мы по одному, потому что реально закусочка эта сочная получается, вкусная, чесночная, именно водочная. Хотя у меня все закуски водочные, я больше всего водку люблю, если честно. Ну, давайте, друзья, пробовать. Сразу, как говорится, из печи и жара. Блин, бомба, вкусная штука. Реально, если взять еще, дать соусу пропитаться часок или полтора, или в тостере, или на сковородке подогреть хлебушек, вообще будет песня. Ну, и так очень вкусно. Так что, друзья, готовьте, это реально рекомендую. Что-то вкусное, что-то бомба. Ну, и мы, друзья, будем переходить к третьей закуске. Так что, друзья, тоже простая закуска, только уже с селедочкой. Снова же хлебушек, соус прошлой закуски, палочки, как говорится, ну, эти зубочистки. И, друзья, селедочка. Малосольная, хотя, у кого какая есть, такой используйте, друзья. Можно даже комсу использовать или шпроты. Что, друзья, для начала нарезаем хлебушек. Знаете, как уже. Соответственно, друзья, можно хлебушек подрумянить, поджарить. Но это будет видео в другом же видео, друзья. Будет уже подрумянинный, поджаренный хлебушек. Будет другая закусочка, тоже выйдет. Но, друзья, соус теперь. Соус можно не жалеть, он реально вкусный получается. Хотя, довольно калорийный. Потому что майонез и чеснок, как бы, у кого проблемы с сердцем, не советую много, конечно. И вот, друзья, мы, как говорится, намазали наш хлебушек нашей намазочкой чесночной. Теперь, друзья, берем вилочку, шпажечки. Ну и вилочкой на хлебушек селедочку и шпажкой прокалываем. Ну и вот, друзья, как говорится, у нас уже сделана закусочка со шпажками. Вот такая приятная, вкусная. Ну что, давайте пробовать, как обычно. Достаем шпажку, достаем шпажку. Ну и... Блин, вкусно. Чеснока в меру. Хребы вкусные. Селедка тоже. Сейчас все, друзья, все три покажу. Ну, закуски. Ну и вот, друзья, получается наша такая закусочка. Получается ряд, как говорится, с чесночным соусом, с селедочкой, с горчичкой. Вот так, как говорится. На общем плане так вообще красиво смотрится. И очень хорошие закуски. Так что, друзья, подписывайтесь на канал Бухай ТВ. Ставьте лайки, друзья. Пишите комментарии. Готовьте эту закуску. Всем мира и добра. Всем удачи. Субтитры сделал DimaTorzok